Полосатые, хвостатые и пушистые в Лондоне на одной из станций метрополитена ненавистную рекламу заменили фотографиями котов. Преобразить подземку решила группа активистов. Они организовали сбор средств на выкуп рекламных площадей, получив 2 миллиона рублей. В акции приняли участие около 700 человек. Теперь усатые и полосатые украшают 68 баннеров метро. Главная идея милого проекта, говорит его автор Джеймс Тернер, подарить людям беззаботность и веселье. В чите русским Джеймсом Тернером решил выступить Дмитрий Ларичев. На его странице ВКонтакте уже полным ходом идет голосование за претендентов на городские баннеры. Сейчас три основных претендента на то, что мы будем размещать на захваченной рекламной площади. Это либо у нас кошечки чудесные, либо это виды Забайкальского края, либо шедевры мирового изобретительного искусства. Дмитрий даже не предполагал, что шуточный пост на его странице ВКонтакте будет воспринят так серьезно. Люди начали звонить и писать ему, а сегодня в соцсети существует целое сообщество, где каждый день появляется новая информация об акции. Основная идея этой акции – не привлечь спонсоров, которые могут крупную сумму денег выделить, а именно привлечь большое количество людей, которые могут скинуться маленькой суммой денег. Если в Чите это людям будет интересно, мы сможем построить сообщество, то будем уже собирать деньги. Пока конкретно сбор денег мы не запускали. Ото всех, кто хочет видеть кошек на рекламных баннерах Читы, Дмитрий ждет сообщений в социальных сетях и на официальной странице проекта. Анастасия Салтанова, Валерий Широков, ЗАПТ-ТВ